Проблема бродячих собак в Владивостоке стоит особо остро. Сбиваясь, стаи становятся более агрессивными, на что и жалуются жители города. Но не стоит забывать, что животные оказались на улице именно по вине людей. Умка – крупнейший в Владивостоке фонд помощи животным. Они их спасают, лечат, пристраивают. Сейчас под опекой находятся более 80 собак. Этого пса по кличке Норман, можно сказать, вернули с того света. В фонде были уверены, что беднягу сбила машина. Но на рентгене врачи увидели три пули, перелом коленного сустава и черепно-мозговую травму. Вы просто не представляете, какое количество звонков от хозяев, которые говорят, собака надоела, у нас аллергия, родился ребенок, собака стала ненужна. У одних болит душа, глядя на бродяга, и они им помогают, другие их боятся в страхе быть покусанными. Дорогие жители, ну давайте что-то с этим делать, реально страшно уже становится. Их просто с каждым днем все больше и больше. Нападают те собаки, которые когда-то были с человеком и знают, что человек слабее. Это собаки, которых отпускают со стоянок погулять ночью, с бас погулять ночью. То есть у нас такие любители. Это собаки, которых выкидывают люди, они, естественно, сбиваются в стаи и нападают на людей. Убрав оттуда одного, того самого агрессора, можно стаю сразу разбить. Это проблема не собака, это проблема людей. Решить проблему, считают зоозащитники, невозможно без пропаганды и информирования населения. Многие владельцы животных просто не знают о том, зачем нужно стерилизовать животное и как это влияет на проблему бездомных кошек и собак. В этом году мы очень хотим допустить все-таки бесплатную стерилизацию собак, поскольку для нашего города это такой животрепещущий вопрос. Стерилизациями собак никто не занимается, от государства мы пока ответа так и не дождались. И вот сейчас как раз мы пишем заявку на президентский грант для того, чтобы нам субсидировали эту бесплатную стерилизацию. Начиная с 2014 года отлов безнадзорных животных – это полномочия администрации города Владивостока. Основной формой работы с подобными животными является изъятие из городской среды и помещение отловленных животных в приюты. Ко мне, как к депутату, чаще всего поступают жалобы на то, что бездомные животные, они угрожают людям. Какие есть пути решения? Вот насколько я знаю, в конце прошлого года администрация Владивостока в очередной раз пыталась договориться на сей раз уже с общественной организацией, горожанин и гражданин, для того, чтобы общественники занимались решением, этого вопроса. Насколько я знаю, пока тоже особого продвижения нет. Но в дело сейчас вмешалась администрация Приморского края и в ближайшее время уже за счет краевого бюджета будет строить несколько вот таких вот приемных пунктов, где безнадзорных животных будут стерилизовать. И я надеюсь, что эта проблема будет в ближайшее время все-таки решена. Нужно обязать людей нести ответственность за каждого питомца, стерилизовать и содержать, считают зоозащитники. И только тогда ситуация изменится. А пока проблема братячих собак в городе остается открытой. Хочу отметить, что, конечно, прежде всего виноваты люди, потому что очень часто безнадзорными животными становятся, потому что у них были хозяева, но хозяева их бросили. Поэтому, друзья, вы ответственны за тех, кого приручили. Не бросайте брать ваших меньших. Алина Черненко, Анна Дьякова, Денис Фадеев, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.